Итак, мы находимся у адвоката Дмитрия Филимонова, это иммиграционный адвокат. И сегодня вопрос по поводу иммиграционного суда. Как к нему готовиться, какие есть нюансы при прохождении иммиграционного суда? Дмитрий, тебе слово. Здравствуйте. Прежде всего, я хотел бы отметить, что иммиграционные суды, они не входят в систему департаментов облана секьюрити, департамента национальной безопасности, с тем органом, которым нашим соотечественникам приходится сталкиваться больше всего. Тут ЕСС, миграционная полиция. Нет, миграционные суды относятся к другому ведомству, называется департамент юстиции. И они входят в так называемый подведомство, исполнительный комитет по иммиграционным делам, или ОИАР. Чем занимаются миграционные суды? Они решают вопрос о департации наших соотечественников или любых других иностранцев. Как наши соотечественники могут оказаться в иммиграционном суде? Я думаю, тремя способами. Первое, когда они не прошли интервью в офисе по предоставлению убежища, и этот офис отрекомендовал их для дальнейшего прохождения их дела через иммиграционный суд. Второй момент, когда наши соотечественники пытаются пройти границу с Мексикой и въехать на территорию США, они имеют для этого визы, тогда их помещают в департационный процесс. И миграционные суды рассматривают их требования к предоставлению убежища вот в этом случае. И третий вариант, когда, например, вы приехали по визе ПИ-2, пересидели эту визу, находитесь нелегально, вас в миграционной полиции ловят в результате какого-то рейда и помещают вас в департационный процесс и в миграционный суд. Как начинается процесс в миграционном суде? Начинается он всегда с одной и той же процедуры. Кто-то файлит, подает форму I-862. Это вот такая форма, notice to appear. Notice to appear является charging document. Charging document это, как бы сказать по-русскому языку, обвинительный акт. Но не путайте это с криминальным правом. Это все-таки гражданское судопроизводство, административное, я бы сказал, дальше более-больше судопроизводство, когда вас обвиняют в том, что вы что-то наружили. И вот, например, вы не прошли интервью в офисе Пассайлова, да, по представлению убежища, и офицер чаржит этот документ, то есть подает его в миграционный суд. И с этого момента, когда форма I-862 была поднана в миграционный суд, юрисдикция переходит к миграционному суду относительно вас и вашего дела. Все, вы уже в миграционном суде. Что значит вы в миграционном суде? Это означает, что вы становитесь участником судопроизводства, с его вытекающими отсюда последствиями. Во-первых, это состязательный процесс. Когда со стороны государства выступает профессиональный адвокат, а вы представляете себя либо сами, либо через адвоката, тоже которого вы нанимаете. Но это состязательный процесс. Если вы до этого были в офисе, где проводится интервью по представлению политического убежища, то вы знаете, что этот процесс не носит состязательный характер. Это обычное интервью с офицером, который сидит напротив вас или рядом с вами, и задает вам вопросы в доброжелательной манере, как правило, и вы на них отвечаете. В миграционном суде все проходит по-другому. Это жесткая процедура, процессуальная процедура. Есть такой слот законов, называется Immigration Court Practice Manual. Достаточно объемный документ, который останавливает жесткую процедуру прохождения дела через миграционный суд. То есть все документы должны подаваться определенным образом, в определенной форме, в определенном порядке. Если вы врушаете что-то из этого, то ваш документ не будет принят, вы потеряете право на... Можете даже просто потерять ваш кейс, не говоря о том, что вы можете потерять какие-то процедурные моменты, ваши документы могут быть не приняты, какие-то из ваших документов. Но в худшем случае вы потеряете весь свой процесс, если вы что-то неправильно подали, не соответствует с этим вот... Immigration Court Practice Manual. Поэтому здесь очень важное соблюдение, важное является соблюдение процедуры и подачи всех необходимых документов. Значит, как я сказал, юрисдикция переходит, относительно вас и вашего кейса, переходит к иммиграционному суду в момент, когда кто-то, или это офицер, кто у вас брал интервью по представлению политического убежища, или это офицер на границе, к которому вы обратились за представлением политического убежища, подает такой документ, как нотис туапир в иммиграционный код. Что это означает? Что все. В данном случае в иммиграционном суде. Что из себя представляет этот документ? Это очень важный документ, и он, как правило, состоит из следующих частей. Первое. Он пишет, в таком процессе вы находитесь. Вы либо находитесь в процессе, в соответствии с статьей 240 иммиграционного закона, это самый общий процесс репортации. Либо вы находитесь в процессе, который называется «экспидайд от ремогу», и он регулируется статьей 235 иммиграционного закона. То есть это первое, что вы увидите в этом акте. Дальше будут утверждения, которые против вас выдвигают, скажем, это утверждение, что вы, первое, не являетесь гражданином Соединенных Штатов Америки. Второе, что вы гражданин России, или вы гражданин Украины, и что вы там родились. Третий момент. Это как вы оказались в Америке. Вы либо пришли через границу, в такой-то день, это об этом будет написано, либо вы приехали в Америку по визе туристической, и уже сейчас находитесь вне статус, то есть out of status, и пересидели в свой срок. И дальше против вас выдвигаются обвинения. Обвинения, как правило, содержатся такого плана, что поскольку вы пересидели в свой срок на визе туристической, следовательно, вы подлежите депортации. Или вы пришли на границу Мексики и Соединенных Штатов Америки, обратились за допуском в Соединенные Штаты Америки, но вы не имеете для этого никаких оснований. В частности, у вас остатся виза для въезда, это вот тот чардж, то обвинение, против которое против вас выдвигается. И соглашаясь или оспаривая это обвинение, тем самым говорить, подлежит его депортации или не подлежит его депортации. В этом документе пока ни слова не говорится о вашем требовании о представлении политического убежища. Только вопрос исключительно вашей депортации. То есть обвинение и ваше признание, либо отказ признать это обвинение. Если вы признаете это обвинение, как правило, все наши соотечественники признали такие обвинения, потому что с этим сложно поспорить. И, значит, судья выносит решение о том, что вы подлежите депортации. После этого вы выдвигаете встречные требования, что хорошо, я подлежу депортацию, но я прошу такую форму, как называется релиф, или форму отсрочки депортации, подачи политического, заявления политического убежища. И судья говорит, что хорошо, вы подлежите депортацию, но вначале мы рассмотрим ваше заявление о представлении политического убежища. Очень большое внимание адвокатам выделяется оспариванию этой формы 862-й нотис-то-а-1, особенно, когда какие-то криминальные обвинения против вас, подвигаются против вас, например, против человека, который оказался в миграционном процессе, в миграционном суде. В этом случае тут много места для оспаривания, и адвокаты плотно работают с клиентами, чтобы признать, что это криминальное обвинение не является достаточным, чтобы человек был обязательно выдворен из стороны, что можно было оставить его здесь, и принять какие-то другие формы защиты от депортации. Значит, это все, что касается этого документа. Еще, собственно, стоит миграционный суд. Миграционный суд, ну, можно условно разделить на два этапа. Первый этап — это мастер-календар-хилинг, а второй этап называется индивидуал-календар-хилинг. Подробнее о первом этапе мастер-календар-хилинг. Это некий предварительный суд, в котором собираются все участники процесса. А, значит, кто является участником процесса? Участники процесса — это иностранец, он называется респондент, или респондент по-русски. Это тот, кто, против кого ведется миграционный процесс. Также профессиональный участник — это департмент of Homeland Security, который представлен персональным адвокатом в этом миграционном суде. И третий участник — это иммиграционный судья, естественно, который сидит и наблюдает на две стороны, друг к другу пытаются в чем-то поймать, обвинить, признать виновным. Можно вопрос, да. А иммиграционный офицер, который проводил интервью, бывает такое, что он приходит на суд и дает свои показания? Или все проходит без него? Как правило, не приходит. Как правило, офицер представляет весь кейс полностью. После интервью приведенного офицера формирует кейс. И человек, который непрошенную дают referral notice, так называемый referral notice — это направление в миграционный корт. А сам офицер подает этот миграционный корт в миграционный корт и подает полностью весь этот файл, который там есть. То есть, в связи, берет у себя этот файл. То есть, адвокат может заранее ознакомиться с теми обвинениями, которые выдвигает иммиграционный офицер, с чем он не согласен в интервью. Правильно? Абсолютно. Абсолютно. То есть, адвокат не то, что может, адвокат обязан ознакомиться с этим делом. Кроме того, адвокат обязан запросить транскрипт из оставил в офис. Транскрипт — это краткое совершение того, что человек говорит. А сам офицер, вовсе, готовит на основании звукозаписи этого процесса, готовит такой транскрипт. И любой адвокат должен его запросить. Обязательно подготовиться к миграционному суду и держать в голове то, что было сказано во время интервью. Адвокат может, имеет возможность встретиться заранее с адвокатом противоположной стороны, но с обвинениями, со стороной обвинениями? Теоретически, да, на практике это малореализуемо, потому что, во-первых, эти офицеры стремятся встретиться только в одном случае, когда позиция у них очень слабая. Они видят, что кейс выигрышный, тогда они пытаются о чем-то договориться заранее. Это называется прихиринг-конференция. То есть конференция, которая предшествует слушанию миграционного судья, в этом случае, когда дело у государства очень слабенькое, у человека очень сильное, тогда они пытаются встретиться с человеком и о чем-то договориться, либо с его адвокатом, скорее всего, с его адвокатом. Тот адвокат может встречаться с этим адвокатом. Если мы говорим о том формате, что это конференция, предшествующая суду, правило, чем миграционный судья должен присутствовать, то есть все три стороны судебного процесса должна присутствовать. И обычно это заканчивается как, ну, например, есть известных три формы защиты от депортации. Это требования предстояния политического убежища, ассайном. Есть понятие исходингов римулл, это когда отсрочка депортации по русским периодам. Это сложно переводить на русский язык, но тем не менее можно как отсрочка депортации. И третье – это защита от депортации в соответствии с конвенцией Организации Объединенных Наций против плиток. Я еще хотел спросить такой вопрос. Если, допустим, какие-то нюансы могут запросить аудиозапись? Если, допустим, человек на суде говорит, я сказал не так, если он проходил, допустим, без интервью, без адвоката, и он заявляет, что я сказал не так, то есть офицер записал, допустим, показания как-то по-другому, и он может запросить аудиозапись? Я с таким ни разу не сталкивался. Я знаю, что вы можете просить сделать, вы не можете быть не согласны с транскриптом и просить внести изменения в транскрипт, если у вас какие-то вопросы остались постоянно. На суд дополнительные документы какие-то можно подавать? Я сейчас перейду к этому, а просто хочу все, как бы, ваше время сказать, да, что, ну просто, как я уже говорил, что существует вот мастер-календархеринг, индивидуал-календархеринг. Вот на мастер-календархеринг это подготовительный суд. И вот здесь что важно? Здесь важно, для чего проводится предварительный суд, мастер-календархеринг? Для того, чтобы судья мог понять, кто длежит человек депортации, он не подлежит депортации. Для этого человек должен ответить, вот этот иностранец должен ответить на все утверждения, которые содержатся в ноте 100 арпир, а также ответить на этот вот чардж обвинения против него. Ну, как правило, если написано, что вы не являетесь гражданином США, но тут сложно не согласиться, обычно там, да, не являемся. Человек второй является гражданином России, с этим тоже сложно не согласиться, да, соглашаемся. Третий, вы прибыли в такое-то место, в такое-то пункт назначения, пересекли границу, да, соглашаемся. И третье, вы подлежите депортации. Если это все чарджи, это все обвинения, так правило, мы с этим соглашаемся, явное спешение, да, человек подлежит депортации. После этого судья спрашивает, видите, какую-то форму защиты депортации. И вот, в зависимости от кейса, мы говорим, да, либо мы имеем требование представления политического убежища как защиты депортации, либо мы имеем какой-то там, допустим, у нас есть какие-то родственники в США, там мы говорим, что здесь возможно adjustment of status, либо deconcelation, либо угол, но это уже достаточно такие детали, которые мы не будем в рамках нашей сегодняшней дискуссии обсуждать. А что еще важно, судья на предварительном слушании говорит, где права имеют человек, тот, который находится в операционном суде. Это право на адвоката, право на бесплатную, право на, право найти бесплатного защитника себе, если это возможно в данном кейсе, ну, это дается список бесплатных организаций, которые оказывают право на сервис для таких людей, его право предоставлять доказательства, предоставлять свидетелей на суд и так далее. Вот, после этого судья назначает дату, основную дату суда, это называется individual calendar hearing или individual merit hearing, когда сам человек сможет представить свою кейс в суде, это представить свои доказательства, своих свидетелей и защищать свое право на представление убежища в США. Вот такие два основных этапа и, безусловно, они все сопровождаются определенной процедурой. По определенной процедуре должны предоставляться в суд свидетелей. Ну, например, если у вас свидетели есть, которые находятся в Российской Федерации, то практически большинство судов откажется их выслушать до тех пор, пока они будут присутствовать в каком-то консульском учреждении на территории России. То есть, например, если вы живете, проживаете в городе, который находится далеко от места, где находятся консульские учреждения, то для ваших свидетелей это означает, что они должны быть ехать. Приехать в тот город и находятся в консульском учреждении, и там в нем добавить свидетельские показания, что затрудняется по себе присутствовать в суде. Что еще важно, что адвокат во время этого судебного производства может подавать различные ходатайства. Это ходатайство об отказе принять то или иное доказательство противной стороны, ходатайство о переносе в дело, ходатайство о смене иммиграционного суда и так далее. Все эти ходатайства должны подаваться в определенном форме установленном, в Migration Court Practice Manual. Это очень важно соблюдать, эти требования. Вопрос какой? Ведь можно же как-то ускорить вот это от мастер-календар-хивинг до основного суда. То есть можно сразу как-то объяснить свою позицию, объяснить документы, какие есть, сразу собрать именно к этому суду. Я думаю, что судья в таком случае, и судьи идут в таком случае навстречу, и если они видят, что вопрос можно решить быстро и четко, абсолютную позицию аббоката, то они принимают решение рассмотреть это в ускоренном порядке. Ну там им нужно рассмотрение, выходит дело час, и они это быстро все решают, как я понимаю. Да, вы можете ускорять рассмотрение, вот второй суд, так называемый, да, объеду календарь хивинга, вы можете ускорять подав определенное ходатайство. Вот. Эти ходатайства, они в принципе, к ним относятся крайне отрицательно в суде, потому что судья имеет свой, свою загрузку, так называемый докет свой, да, и значит, это означает что, что либо клиент, либо если я должен найти место в этом, в своем доке, в своем календаре, либо должны поплечь судью со стороны, какого-то, у которого есть время, у которого приехало это место, привезли это слушание. Поэтому, да, такое ходатайство, может быть, куда оно требует объяснения, почему мы просим, чтобы наш суд был ускорен, вот правило, какие-то серьезные моменты, связанные с тем, что, например, вот у вас остались родственники на своей стране, которые продолжают испытывать преследовать стороны власти, и поэтому просто быстрее рассмотреть свое дело с тем, чтобы, вопреки, их вызвать дальше, если вы получите одобрение, да, в суде обновленности, положительное решение. То есть, да, для этого должна быть причина, просто так вам никто не даст ускорение в суде. Да, но это делается, то есть, это все можно делать, и особенно сейчас, когда сроки достаточно длинные между мастер-календархием и индивидуумом календархием, а не большие эти сроки, то это становится очень актуальным, в особенности человек находится в заключении. Вот, и подчас сроки очень неоправданные, например, могу дать год между индивидуумом календархием и мастер-календархием, а человек все это время находится в заключении в убийстве. Важно, чтобы выпустить, человека нужно перенести, поэтому, конечно, это предательство подает, безусловно, но их нужно мотивировать. И, безусловно, второй важный момент в этом, что кейс должен быть готов, то есть, у вас все должно быть готов, потому что, если вдруг ваши предательства будут удовлетворены, вам могут дать, в принципе, 5 недель, 2 недели до суда. Это очень короткий срок, чтобы подготовить человека к суду. Это что-то подготовить человека к суду, мы должны с ним несколько раз встретиться и пройти через все вопросы. Там не проходит и direct examination, когда адвокат допрашивает своего клиента, а потом проходит cross examination, когда адвокат сторон государства допрашивает моего клиента. И я должен подготовить своего клиента как допросом своим, своим вопросом, потенциальным вопросом, которые могут последовать со стороны адвоката государства. Кроме этого, я должен подготовить свидетелей этого человека, это много приятное, тоже с этим вопросом. Подготовить возможные вопросы со стороны адвоката, не государства, то есть директ инкроссель, это, конечно, очень важная тема, требует очень большого времени для подготовки. Поэтому вопрос об ускорении, это был до двух концов. С одной стороны, вы можете быстро получить да, а с другой стороны, может не стыкнуть вот этот кейс. Поэтому к этому кратость надо относиться очень осторожно. Теперь хотелось бы послушать мнение адвоката, насколько важно представительство адвоката в суде. Ну, как я понял из всего вышесказанного, просто об общении. У нас закон не устанавливает обязательного права человека в миграционном суде, в миграционном суде, на присутствие адвоката там. Вы можете пойти в то, что называется «просе», то есть сам по себе, без всякого адвоката. Но здесь важно, как я сказал, понимать, что миграционный суд, в отличие от интервью в офисе по представлению убежища, в U.S.S. офисе, носит соцветательный характер. То есть на другой стороне сюда присутствует профессионал, профессиональный адвокат. И обычному человеку без знания процедуры, без знания законов будет крайне сложно представлять самого себя. Ну, вот я даже хотел бы, наверное, сослаться больше на статистику. Есть такая организация, которая называется Transactional Record Access Clearing House. Это исследовательский центр, созданный при университете Серафимзе, штат Нью-Йорк. Сокращенно называется TRAC. Вот эта организация часто обобщает статистику по миграционным делам. Вот что говорит эта организация по 2017 году, что всего в 2017 году было рассмотрено миграционными судами 30 179 кейсов. 30 179 кейсов. Достаточно много. Из которых только 20,6% не были представлены адвокатами. То есть можно сказать, что почти 80% всех людей в миграционном суде представлены адвокатами. То есть сама цифра говорит за себя, да? И второй очень важный момент по этой статистике, это то, что, например, если вы идете без адвоката в суд, только один человек из 10 получает положительное решение. То есть 9 человек получают отказы. Если у вас представляет адвокат, то, как правило, процент отказа стремится к 50%. То есть у вас есть 50% шансов добиться положительного решения. То есть фактически 5 человек из 10 выходит из суда с положительным решением. Это надо тоже учитывать. Поэтому, безусловно, никто вас по закону не обязывает иметь адвоката. Но просто задумайтесь о том, что, не имея специфических знаний, вы вряд ли сможете себя успешно представить в миграционном суде. И, наверное, еще такой важный момент, тоже очень часто меня спрашивают о том, что делать с переводчиком. В ситуации с переводчиком, в миграционном суде прямо предположена ситуация с переводчиком в офисе по представлению убежища SCIS. То есть если в офисе, если вы обязаны, если вы не знаете английский язык, если вы его не привели с собой, то вам откажут в проведении интервью, и интервью перенесут, и остановят вам часы, так называемые часы, для получения плана от авторизации, разрешения на работу, то в миграционном суде эта обязанность государства предоставит вам переводчика. Но, опять же, что здесь происходит? Переводчик может быть... У них есть свой штат переводчиков в миграционных судов и департаментной инфекции. Но что здесь происходит? Это может быть неживой переводчик в процессе. Это может быть переводчик, который будет присутствовать по телефону. Что-то совсем неудобно, и часто телефонная слегка плохая. И... Квалификация переводчика. Квалификация переводчика вы не знаете, безусловно. То есть это может быть плохой переводчик. Поэтому, конечно, рекомендации сохраняются, как и на интервью в офисе, по представлению переводчика, что вы приводили судьбу к хорошо проверенному переводчику. Но если такой возможности нет, то ничего страшного. То есть вам представят переводчика в миграционном суде. Об этом надо просто сделать подходательство в рамках предварительного суда. Это мастер-кариндер-хилинг. Судя спросит, хотите ли вы, да, мы хотим. Все, вам будет представлен переводчик на основном слушании, где вы будете защищать свой кейс. Что еще важно, наверное, отметить по миграционным судам, что в связи с тем, что сейчас острая нехватка миграционных судей и очень большой бэклог, то, что называется большой объем дел, которые принадлежат рассмотрению в миграционных судах, очень часто стали проводиться не в присутствии вот иммиграционного судья, адвоката и человека, а по видеоконференции, когда судья сидит совершенно в другом городе, а клиент с адвокатом в другом городе. Это, к сожалению, не очень удобная форма, на мой взгляд, как адвоката, потому что он не позволяет иметь живое общение со стороны, с свидетелями со стороны государства, не позволяет иметь живое общение с судьей и затрудняет вообще в целом процесс коммуникации, но это полное право государства определить такой формат проведения миграционного суда. Есть также формат проведения миграционного суда по телефону, можно так сказать, по телефону. Но здесь есть одно ограничение, что вы, как респондент, можете отказаться от ведения этого основного судебного состояния по телефону, просто не дав согласия на это, и тогда это не может быть проведено. Ну, все говорят о том, что проведение миграционного суда по телефону, на мой взгляд, это просто вообще неудобная процедура, это нарушение ваших прав, и я всегда рекомендую вам при этом отказаться от такой формы ведения миграционного суда. Крайне затруднительно получить хорошее решение при таком формате. А решение миграционного суда можно получить каким образом? Там через несколько дней оно вносится или как? Это зависит от судьи. Судя может прямо тут же после того, как адвоката старого сделать свою заключительную речь, предусключительную речь, как он называется closing statements. Судя может вынести решение. Может вынести его устно, он может вынести его устно и письменно, он может вынести его письменно, или он может вообще сказать, что сегодня выносить ничего не буду, получить решение кружкости. То есть это опять же рассмотрение, что так не разрешается. Через какое-то время? То есть все стороны выходят и не знают, чем дело заключается? Такое бывает в операционном судье, да. Ну, как правило, судьям может в конце вынести условное решение, типа я представляю защиту от депортации в виде асайлума, например, то есть политические решения. Или я асайлума нет, а вот исходников ремонта, они в виде защиты в советских комбинций против пыток. Значит, судья вам что-то может сказать, я скажу, что мой письменно заключение получит тогда это. Но в любом случае еще очень важный момент, что в конце судебного состояния судья, как правило, спрашивает стороны. Вы оставляете с собой право на подачу операции? Потому что право на операцию присутствует у обоих сторон, как у стороны государства, так и у стороны респондента, то есть иностранца. Что это означает? Что если вы не согласны с решением суда, вы можете подать операцию в специальный орган, называется Бортов Иммиграционного Пилса. Ну, можно сказать, так, совет по иммиграционным операциям по-русски. И следующая станция, да, она абсолютно независимая, она проводится в другом месте, и свои процедуры, там уже действует другой свод законов, нет, есть такой Бортов Иммиграционного Пилса, практичесмена, мейниал, то, в общем, там свои процедуры. И, ну, сам факт в том, что вы должны в конце судебного слушания выразить свое отношение к тому, хотите подать операцию или не хотите. Потому что даже если вы выбрали дело в иммиграционном суде, это не конец, потому что иммиграционный судья всегда может, ну, не иммиграционный судья, а представитель адвокации стороны Департаментов Online Security может подать операцию, и операцию может выиграть. Поэтому здесь очень важно, что скажут стороны, что скажут, и вы, да, я сохраняю свои права на подачу операции, все скажет адвокат со стороны государства, что да, он тоже сохраняется. А они апеллируют решение? Да, да, да. И довольно часто? Ну, изменяется, по статистике, насколько они часто апеллируют, да, но я знаю, что это случается в Коу-Шелеве, что они подают апелляцию, особенно если считают, что судья по каким-то причинам был таким-то образом более благословлен к иностранцам, чем государствам. Так что у них, как у любого представителя крупной государственной структуры, в этих адвокатах у них есть абсолютное понимание, что вот есть кустарство, есть его интересы, поэтому судья должен вставать на сторону государства в каких-то моментах и защищать больших государств, чем иностранцев. Ну, это, понимаешь, какой изощренный взгляд на проблему, которая присуща всем крупным иностранственным структурам. Судья должен оставаться нейтральным и заслонным, по идее, в соответствии с законом. А между иммиграционным судом и следующей инстанцией сколько времени может проходить? Ты, наверное, имеешь в виду между иммиграционным судью и апелляционной инстанцией? Да, апелляционной инстанцией, да. Ну, смотрите, здесь тоже все зависит от загрузки этого органа, который называется «Бортов иммигрейщен опилс». Ну, как правило, сколько так? Как правило, есть четкие требования законы, что вы должны подать бумагу о том, что вы хотите апеллировать, но эти створпилы, да, в течение 30 дней. Может, такой срок 30 дней. Вы должны вот все-таки срок подать. После внесения решения суда? Да, после внесения решения суда. То есть, если срещение суда было бы вынесено на заключительное слушание, значит, 30 дней с момента внесения решения суда. Если оно было подано, представлено позже, через по почте, там, либо передано непосредственно в центре содержания, где человек содержится, значит, 30 дней с момента вручения. Вот. Само рассмотрение дела может занимать, ну, на сегодняшний день, как правило, где-то 3-6 месяцев. В этот период, как правило, проводится решение непосредственно рассмотрения в апелляционной инстанции. И если человек находится в заключении, конечно, срок стремится быть меньше, там, например, 2-3 месяца, если человек находится в заключении. Нет, ну, не про заключение человек говорит. А вообще другие сведения, что он был двух лет. Это может быть, вот, связано с тем, что человек, если находится, например, не в заключении, да, там сроки могут быть увеличены. Да. И может быть, также, что, например, мы говорим о разных апелляционных инстанциях, потому что кроме апелляции в board of migration, апелляции, даже если вы там проиграете, вы можете потом апеллировать в федеральный... В федеральный окружной суд, вот, федеральный окружной суд, там, сроки достигает двух-трех лет. В чем заключается функция адвоката, когда он представляет клиентов в миграционном суде, то есть функции по подготовке дела? Хороший вопрос. Смотрите, значит, есть несколько моментов, которые адвокат должен сейчас делать на самых ранних стадиях участия в миграционном, в процессе миграционного суда. Прежде всего, адвокат должен запросить транскрипт из офиса проведения миграционного... из офиса проведения интервью по представлению убежища, то есть называется ESIS Asylum Office, ознакомиться с ним. Адвокат должен обязательно ознакомиться с нолисту АПЕР, с обвинениями, которые выдвинут в адрес клиента. Адвокат обязательно должен ознакомиться со всем делом клиента, который находится уже, наверное, в миграционном суде к этому времени. Также адвокат обязан подать форму, которая называется 33-я форма. Это форма о том, что адвокат вступает в дело на стороне клиента, и адвокат также должен сделать очень важный запрос, который называется FOIA Request, если, например, чтобы получить доступ к файлу клиента, называется A-File Client, где находится вся информация о клиенте, которая собрана за все время его нахождения в этой стране. Эта форма очень важна, потому что там может находиться какая-то компрометирующая информация, которая может быть вытащена на свет адвокатом государства во время миграционного суда. Это может быть негативным влиянием оказать на кейс. Поэтому адвокат, который должен готов быть, обязательно сделать этот запрос сильно заранее, потому что сроки подготовки ответа на него практически достигают года на сегодняшний день. Они ускоряются только для людей, которые находятся с заключением. Поэтому это очень важно сделать. Что еще очень важно сделать адвокату? Адвокат должен подготовить клиента к проведению как первого суда мастер-календарь хилинга, так и второго суда. Что значит подготовить клиента к первому саду предварительному? Это полностью пройти с клиентом по всем обвинениям и утверждениям, которые содержатся в моде 100 первых. Буквально по каждому пункту спросить, это так, это так, это так или это не так. И подготовить определенный стейтмент, определенную бумагу, которая на предварительном суде будет более о том, что человек признает, что человек не признает и как мы вообще двигаемся дальше. Что касается подготовки ко второму саду, то здесь человек должен сильно заранее встретиться с клиентом, обсудить с ним все вопросы, которые он ему задаст во время суда, подготовить его к кросс-экзаменейшему, то есть тем вопросам, которые он даст вам представитель государства. И то же самое сделать с каждым свидетелем во время этого суда, который будет присутствовать на суда. То есть вопросы свои, вопросы со стороны государства, предположить какие-то вопросы со стороны представителей государства. Также должны обсудить с клиентом все доказательства, которые будут использованы со стороны государства, какие мы не согласны, чтобы были представлены, которым он готов согласиться, что были представлены, в какой форме они были представлены, законы, незаконны и так далее. Что еще здесь важно? Адвокат должен был готовить бриф. Бриф — это профессиональный документ, который содержит 25-30 страниц и более, и где полностью представлен кейс клиента со ссылками на закладательные акты и на аналогичные кейсы. Это очень важный документ, он носит чистый юридический характер, и где будет просто показан ваш кейс, кейс клиента, полностью данный. Вот это основные моменты, которые должен сделать адвокат во время представления клиента в миграционном суде. Ну и в последующем, естественно, решить вопрос апелляции, если бы не было принято решение о предуположной статье. В заключение нашего разговора я бы хотел просто подвести такую черту и сказать, что миграционный суд — это сложный юридический процесс. И здесь, на мой взгляд, идти туда, в этот процесс без адвоката, это немножко авантюрное решение. Не то, что вы хотите рекламировать услуги адвокатов или рекламировать таким образом себя, но в данной ситуации это действительно так. То есть идти в миграционный суд без адвоката — это фактически равнозначно тому, что вы потеряете свой кейс. Поэтому тщательно подумайте, взвестия все за и против. Да, миграционные суды — это не дешевое удовольствие, и стоит это, как правило. Это один из самых дорогих юридических сервисов. Но, тем не менее, вы должны здесь действительно за и против, потому что ваше будущее, ваша судьба, они гораздо важнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok